Паразиты внутри нас, вирусные инфекции. Или что делать, чтобы вас не съели? Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко, я профессор, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины. И сегодня я расскажу вам, что делать с паразитарной инфекцией, которая возвращается вновь и вновь. Как же разорвать порочный круг нерешенных проблем? По мнению ведущего вирусолога и паразитолога Российской Федерации, академика Скрябина, именно паразиты, простейшие грибы, вирусы, являются в 80 процентов случаем причиной развития онкологических проблем человеческого организма. А пандемия такого состояния, как папилломовирус человека, который вызывает рак матки, рак шейки матки, лежит в основе преобладания вирусной и паразитарной инфекции внутри человека. Одной самой яркой иллюстрацией паразитарной инфекции внутри человеческого организма являются исторические хроники Александра Сергеевича Пушкина о житии Петра Первого. История гласит о том, из уст Пушкина, что во время опорожнения кишечника крестный царя араб Петра Великого от ужаса кричал, «Государь! Государь! Из меня кишки лезут!» На что, смеясь, Петр Алексеевич Романов сказал ему, «Крестный, не бойся, то глисты тебя покидают». Именно так в те времена назывались глисты. И глисты относятся к одной из самых выраженных паразитарных форм инфекции. А по мнению академика Скрябиной, около 80% онкологических заболеваний, таких как рак желудка, рак прямой кишки, рак кожи, саркомы, своим появлением, своим развитием обязаны именно паразитарной инфекции внутри человека. Так что мы должны сделать для того, чтобы не быть заживо съеденными? Что же мы можем сделать для того, чтобы остановить развитие этих процессов? В первую очередь, мы должны разобраться с состоянием нашей желчи. Именно потому, что состояние желчи человека, являясь самым активным природным антибиотиком, останавливает развитие этих состояний внутри человеческого организма. Но, к сожалению, следует помнить о том, что цивилизация дала свои отрицательные результаты в системе развития человеческой природы. Именно при обладании немотивированного использования противовоспалительных, нестероидных препаратов, огромного количества немотивированного приема антибиотиков, использования антибиотиков, приготовления продуктов питания с целью консервирования. Резкое увеличение фастфуда с использованием рафинированных продуктов приводит и привело к тому, что наша флора и фауна внутри человеческого организма, которая являлась и продолжает являться истинным природным барьером, сдает свои позиции. Вместе с этими позициями сдает свои позиции и наша желчь. И для того, чтобы мы могли избежать развития дальнейших катастроф, для того, чтобы мы могли смело смотреть опасности в глаза, мы должны понимать о том, что желчи мы должны своей помогать. И поэтому, разорвать порочный круг воздействия паразитов, воздействия простейших, воздействия кандид, воздействия вирусов, мы можем лишь усиливая функцию нашей с вами желчи. Подробно, на приемах, на способах восстановления нашей желчи, на методах восстановления функции печени желчного пузыря, мы остановимся на ближайшем нашем авторском вебинаре, на котором рассмотрим приемы взаима и самопомощи для печени, для желчи и расскажем вам, как вы можете самостоятельно бороться с простейшими вирусами, паразитами и грибами. Приходите, милости просим, и вы получите самое уникальное и самое универсальное оружие против паразитов, простейших грибов и вирусов.